ВМС США заключили контракт на проектирование и поддержку модернизации своих верфей на Гавайях и в Вашингтоне. Как уточняет Naval Technology, речь идет о государственных судоремонтных предприятиях в Перл-Харборе и в Пьюджет-Саунд. Сумма соглашения – 500 миллионов долларов. Пятилетний контракт заключен с совместным предприятием WSM Pacific Seab, которое базируется в Гонолулу. Shipyard Infrastructure Optimization Program – это проект командования инженерных систем ВМС США, Управление по разработке морских систем и Управление военно-морских объектов, направленный на модернизацию инфраструктуры верфей ВМС США. Напомним, что в ведении ВМС США находятся четыре ГОС-верфи, заводы в Норфолке и Перл-Харборе специализируются на ремонте надводных кораблей, в Портсмуте обслуживают только атомные подлодки, а на верфи в Пьюджет-Саунд, в Бремертоне, утилизируют субмарины. В последние годы эти предприятия не справляются с нагрузкой, срывают сроки возвращения кораблей и подлодок в строй. Из-за этого флот в некоторых случаях передает подряды компаниям General Dynamics и Huntington & Goals Industries. WSM Pacific обеспечит техническую поддержку проектов по строительству, ремонту и реконструкции на обеих верфях в рамках программы SEOP. Также заметим, что ранее в августе НАФАК выделила 1,7 млрд долларов на проект по расширению и переоборудованию сухого дока на верфи в Портсмуте. Эти инвестиции также предусмотрены в рамках программы модернизации военно-морских предприятий ВМС США. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.